здравствуйте друзья мы продолжаем курс урок путешествия гешер сегодня мы поговорим о том что все под контролем но не всегда под нашим и как с этим вообще действовать люди вообще в западной культуре нас учат что мы должны контролировать ситуация во первых человек западной культуре он не просто эгоист а он вот его внутренняя правда это единственная правда которая есть мы поговорим о таком еврейском подходе на эту ситуацию когда человек начинает там работать и пытается контролировать ситуации у него все это чувство растет этого контроля и вместе с этим часто растет и внутренняя какая-то тревога конечно же мир всевышний люди вокруг готовят нам сюрпризы и человек который старается контролировать свою реальность и других но он постоянно попадает в такую ситуацию что мир подкидывает какие-то сюрпризы на которые человек не знает как реагировать и внешне и внутренне и из-за этого растет внутреннее напряжение ну и так далее я думаю что вы все мы все знаем о чем идет речь ну поговорим вот над этим феноменом и как с ним действовать как на это смотреть потому что с одной стороны конечно же мы активные скажем так игроки в нашей жизни с другой стороны есть всевышний это такая реальность на это истина и то что он решает то и происходит иногда это происходит так как мы хотим иногда по-другому вот как с этим вообще действовать как всегда еврейский подход он такой неоднозначный и непростой да это не нельзя это выучить за пять секунд но я думаю что очень быстро можно понять этот концепт и я попытаюсь его передать то есть что происходит обычно обычно мы хотим как-то рулить как-то управлять ситуации потом мы начинаем требовать от нашего окружения от нашей семьи близких там и так далее то чтобы они встраивались в наши ожидания от реальности дальше когда происходят какие-то сюрпризы мы начинаем силу применять и пушить реальность чтобы все было как мы хотим и тогда мы сталкиваемся с еще большими проблемами или с прямым с прямой конфронтации или с такой конфронтации которая может выплеснуть выплеснуть в другой в любой момент скажем так я говорю это и про нашу коммуникацию с людьми и про нашу коммуникацию в принципе с жизнью потому что иногда мы как-то планируем мы должны планировать но вдруг нас с нами происходит какой-то поворот или из-за каких-то политических событий в стране или из-за других ну вот как что с этим делать ну начнем с того откуда часто чаще всего берутся вот эти вот эти ощущения или этот нужда контролировать реальность реальность часто это происходит от того что у нас когда-то была какая-то ситуация которую мы как-то думаем что мы так не не проконтролировали иногда это ситуации какие-то которые до сих пор у людей вызывают какую-то боль в прошлом они думают что они могли бы что-то по другому сделать но я думаю что насчет этого мы говорили в прошлых уроках как с этим бороться но вырабатывается паттерн поведения такой что человек думает что он должен контролировать реальность свою реальность людей часто до обсессии это доходит или точно часто доходит это переходит меру которую человек в которой человек должен контролировать свою реальность скажем так и вот об этом чуть-чуть попозже и когда у человека есть эта иллюзия что он должен контролировать все и это с его стороны такой экзистенциальной нужда что если человек не будет контролировать тогда что-то может произойти это внутри системы подсознания или в сознании это работают ну идет накопление стресса и накопление конечно же злости потому что если кто-то не ведет себя как ты считаешь нужным или какие-то приходят сюрпризы жизни человек начинает злиться огорчаться после этого ему приходится включать какие-то внутренние механизмы чтобы эта злость не вышла наружу и опять он контролирует свои эмоции этот ресурс энергетический так растрачивается таким образом и ну вот скажем так это понятно то что это не правильное и не даже не то что правильное это поведение оно к хорошему не приводит потому что человек часто усталый очень раздраженный потому что он использует ту энергию которую он не должен использовать в этом все делать то есть мы пытаемся оверконтроль слишком много контролировать там где мы должны отпустить и мы не очень знаем как вообще это применять и понимаете мы же получаем энергию у нас все есть на каждый день да и говорится то что в Торе приведены примеры всякие нехорошие что случается человеком и потом говорится потому что он что это значит потому что мы не работали с Всевышним в веселье и с хорошим сердцем миров коль это из того что у нас все уже есть не в понимании что у нас уже есть все чтобы оперировать в каждой ситуации и ну когда человек находится в таком нелегком состоянии когда он перенагружает систему он и не радуется и не понимает что у него все есть и иногда это делается не с хорошим сердцем ну что с этого что с этим делать ну конечно же надо положиться на Всевышнего и надо делать свою какую-то базовую работу и вот этот вот надо поймать вот этот вот баланс да что мы делаем и как реагирует на нас реальность как реагирует на наши действия и вот наблюдать в этот танец и конечно же озлость и какие-то эмоции на то что происходит как реальность меняется но это вообще не должно но не должно присутствовать в идеале скажем так и это возможно потому что ну злость это корень идолопоклонства я не знаю если вы это знаете но это совершенно не хорошая история то есть если человек думает что он может злиться и это как-то хорошо но это это не так и конечно же у кого не бывает но нам надо понять то что когда мы по-настоящему злимся мы убираем Всевышнего из картины мира из своей картины мира а это значит что у нас происходит идолопоклонство вот что нам надо делать нам надо помнить несколько вещей что во-первых мы не одни в мире в нашем что то Всевышний с нами находится всегда иногда мы об этом помним иногда нет но Всевышний со стороны Всевышнего он всегда находится в нашей жизни часто мы его как бы пускаем в свою жизнь а часто нет но и вот надо помнить всегда что он находится с нами и что нету такого челленджа который к нас на нас приходит с которым у нас нету сил уже справиться это первое как бы аксиома что мы не одни и это не то что мы одни против всего мира наоборот что мы находимся со Всевышним и наш мир он как бы помогает нам развиваться понимаете вторая аксиома это такая что в конце концов Всевышний он решает что с кем и когда происходит конечно же мы сможем можем на это как-то иногда очень сильно влиять но в конце концов тот кто решает делает все действия это Всевышний и так же говорится то есть вот то вот совет Всевышнего он будет в реальность и как-то раз я разговаривал с одним очень влиятельным человеком в израильской политике скажем так бюрократии человек который очень очень долго находится ну он и профессор и находится религиозный человек и он говорит мне такую вещь сказал то что иногда приходилось принимать очень серьезное решение которое влияет не только на свою жизнь на жизнь других людей и он говорит я думал и всегда в конце концов я говорил себе такую вещь раббот махшавот бэлевиш ваяцат ашем и таком то что много мыслей в голове человека а совет всевышнего вот он придет он будет как бы придет в жизнь вот и в конце концов надо понимать что мы делаем и что делает всевышний да когда вера наполняет человека тогда он не может быть быть в глубоком разочаровании перед жизнью потому что он понимает то что всевышнего есть свой план и он только к лучшему это конечно можно челленджать очень сильно но насчет этого мы поговорим позже надо понимать то что что происходит сейчас это ретроактивно самое лучшее что может происходить и это ну как бы это истина в самом пике своей правды скажем так и сейчас мы посмотрим что нам надо делать во первых нам надо делать то что от нас зависит со стороны природы как бы со стороны ситуации но не больше того то что как бы вот в наших силах сделать но не переходить линию когда мы начинаем сильно манипулировать людьми когда мы начинаем как бы через силу давить ситуацию потому что это нам уже не надо делать тогда мы расходуем свои силы которые даны нам на этот день для других вещей и мы пытаемся как бы перекосить реальность и не даем Всевышнему как бы сработать мы думаем то что наш план лучше всего тогда начинаются какие-то проблемы где мы можем выиграть Всевышнего это внутри молитвы то есть вот если мы возьмем этот весь свой эфорт всю свою силу которую мы хотим делать в действиях а мы внутри молитвы объясним Всевышнему почему это именно так должно быть а не по-другому вот это от этого как говорят наши мудрецы есть у Всевышнего большая радость как когда как будто бы дети побеждают родителя в каком-то деле тогда ну как бы родитель то есть Всевышний он как будто бы играет с нами в поддавки он говорит ну докажи мне почему это должно быть так как ты хочешь не действием то есть не полностью действием не на 300% действием а на нормальное как бы действие и в основном в молитве объясни мне почему ты так думаешь почему ты думаешь что именно вот так вот это лучшая форма в которой реальность может проявить себя и вот тут вот мы можем вкладывать силу и тогда эта сила не израсходуется в никуда а она к нам возвращается да потому что это желание это уже желание Всевышнего слышать от нас иметь с нами контакт как бы чтобы мы в слова вкладывали свою реальность и направляли это наверх да вот это вот как говорят наши мудрецы еще раз мы в этом курсе ничего от себя тяны не придумаем а стараемся очень сильно держаться к источникам да а когда приходит тот результат который нам кажется необъективным мы можем сказать окей мы тебе все сказали мы сделали минимум наш тот минимум который нужно было от нас чтобы сделали значит сейчас вот эта ситуация она лучшая которая может быть потому что как вы знаете иногда когда мы насилуем реальность все равно это не так получается как мы хотим мы очень много сил израсходуем эмоций потом злости вот это вот все часто в пустоту иногда даже когда мы ухватываем этот кусок через силу он от нас уходит а если мы ухватываем его и он у нас на какой-то момент остается мы не знаем если это правильно или неправильно потому что ну как бы это надо еще посмотреть что из этого выйдет потом и то же самое могло бы получиться если бы мы физически делали все очень ровно но свой эмоциональный свою энергию вкладывали бы в молитву и а не вот на эти вот эмоции злость и насилование реальности вот эти вот эмоции негативные надо их пресекать когда они маленькие если начинается вот эта вот история то есть мы пошли в магазин хотели купить крупную соль но именно ее не оказалось и нам пришлось купить другую соль и у нас чуть-чуть осталось такое это мы можем сказать окей большое спасибо посмотрите если у нас есть время идти в другой магазин нет если нет уберем другую соль скажем спасибо так лучше и как бы не оставлять эти негативные эмоции конечно это можно делать на любом примере да не оставлять их потому что если мы оставляем эти негативные эмоции когда мир не идет сто процентов по нашему плану и мы копим этот негатив себе он может как бы точнее его тенденция будет накапливаться а потом переливаться через через выливаться на кого-то другого или на нас то есть это неправильная ситуация еще раз я подытожу как относиться к планам к реальности к того что что мы планируем и какой фидбэк мы получаем от реальности то есть после того как мы слишком много или я думаю на этот урок поговорили насчет этого алгоритм такой найти в себе внутри точку или найти в себе внутри то состояние где мы понимаем когда мы делаем что-то через силу или чрезмерно и когда какое-то наше действие она внутри наших энергий то есть мы да вот что мы должны сделать я не скажу самое минимальное ну как бы оптимальное какой-то минимум да и я думаю что эту точку каждый человек должен найти и вместе с этим несколько вещей вот где можно больше сделать чем минимум это в молитве всевышнему объяснить почему ты думаешь что нам нужно вот так вот это сделать и сказать ему вот так вот я думаю а если ты думаешь что есть как бы лучше сделай пожалуйста что лучше или я думаю что мне надо поступать так и так и так я не вижу как бы другого выхода из ситуации ты можешь пришли мне пожалуйста какой-то знак какой-то чтобы я понял таким языком чтобы я понял потому что я вот сейчас вот вижу ситуацию так и вы увидите когда вы начнете вот это вот практиковать что к вам приходят начинают приходить какие-то советы какие-то люди будут приходить ситуация которую вы думали что должна раскрыться каким-то образом вы видели тупик вдруг вы идете как будто бы в конец коридора где вы видите стену и в самом конце вы видите дверь сбоку которую вы открываете и выходите как бы вот так вот когда вы почувствуете что реальность работает вот так вот будет намного легче вы не будете затрачивать сил пытаются насиловать реальность эмоции какие-то злость вот все это уйдет когда вы начнете с этим работать потому что это не теоретический курс а практический да мы чуть-чуть поговорим о как бы о реальности да вот сейчас вот мы эту тему закончили чуть-чуть и сейчас мы поговорим как мы смотрим на Всевышнего Всевышний он ну или что это такое истина да истина состоит на иврите из трех букв эмет да это начало середина и конец ложь это шекер это три буквы в конце еврейского алфавита они стоят как бы на одной ножке не очень она очень это это ложь она как бы неустойчивая а эмет это у них всех букв по две ноги очень устойчивая начало середина конец да и истина мы говорим об истине большой эмет ламита она безгранична да а мозг наш ограничен то есть я могу в это углубиться но я думаю что каждый обыватель понимает то что самый умный человек в мире не может рассчитать все причинно-следственные связи и как лучше выйти ситуацию я не буду насчет этого как бы распространяться или как бы говорить об этом рассуждать потому что это понятный фактор если у кого-то есть вопросы пожалуйста спрашивайте их на телеграм-канале я сейчас наконец-то вспомнил есть телеграм-канал я стараюсь там очень быстро отвечать или к сожалению или радостью я не пользуюсь фейсбуком если вы там оставляете комментарии мы как-то постараемся на них ответить но это не всегда получается в телеграме мы отвечаем вот так что вернемся к нашей этой истина она безгранична если вы иногда когда когда мы ощущаем истину да или когда мы видим что-то что нам кажется что мы знаем что это правда и даже если у нас нет всегда всех доказательств этому мы можем это сделать мостик с помощью веры еще истина она не всегда то есть она в принципе не требует доказательств еврейский подход он не говорит о вере как бы слепой вере наоборот это вера которая которую мы должны проверять и мы с помощью практики мы ее усиливаем да но иногда я помню такую историю то что я как-то я ехал с близким человеком мне я показал урок одного раввина тора кстати у которых когда я его еще не знал но вот мы с женой у нас была такая возможность быть у него на одной из пасхальных трапез и когда она услышала этот урок она сказала это же правда он говорит правду он говорит истину и я то есть человек может даже не знать все внутри но он чувствует или она чувствует что вот этот говорит человек говорит правду да и вот так у нас вот понимаете часто мы включаем веру когда то есть даже когда мы сидим в университете на паре мы должны какую-то часть включать критическое мышление и какую-то часть веры чтобы понять что этот вот человек не говорит полную чушь да и мы с помощью веры как бы строим мостики между нашим ощущением реальности и тем что говорит другой человек из-за этого нам Всевышний дал вот эту веру чтобы мы смогли сделать мостик к вот этой вот большой правде несмотря на то что у нас есть мозг который ограничен да и с помощью вот этой вот силы веры мы можем до туда добраться после этого там происходит чуть-чуть другое другая работа да и вот как бы мы говорим то что все относительно да относительно чего известная есть история когда одному раввину принесли один и трог да это такой фрукт который на сукот он должен быть очень чистый он говорит это хороший фрукт он говорит принеси мне еще один и тогда я тебе скажу какой из них лучше да ну и так же Эйнштейн говорил про теорию относительности да ну и то что разные вещи относительно и в нашей реальности которую мы видим в западном мире в новостях все вдруг относительно да но относительно чему относительно меня ну тогда это такая очень странная относительность если все весь мир крутится вокруг меня который даже самый человек одаренный может знать и кстати люди которые чего-то добились они понимают то что внутри этого происходит какой-то мозаль то что многого они не знают да и мы как бы существа очень ограничены вместе с этим Всевышний он безграничен и он безграничен не в том плане то что это бесконечность как бы численная нет ничего кроме него включая наши мысли и так далее концепт очень тяжело понять но вместе с этим мы были недавно у этого как раз раввина и я ему спросил такой вопрос я ему сказал ну в Песохе нужно есть митсва есть такое заповедь да быть самэх быть счастливым и веселым но если не хочется что делать тебя заставляют ну как бы ты должен быть счастливым а если ты не можешь он говорит ну а смотря что ты имеешь в виду счастливым что ты имеешь в виду самэх да самэх это когда ты это плод твоего созерцания то есть когда выходит наружу ты ощущаешь свою душу а как это сделать он сказал такое несколько вещей одна из вещей сказать надо попробовать и посмотреть величие Всевышнего как он проявляет себя в природе то есть когда ты видишь все это всю эту красоту вокруг ты можешь чуть-чуть оторваться от своих каких-то мелочных мыслей которые могут заполнять весь мир и увидеть всю эту красоту и тогда с помощью этого ты можешь ощутить настоящее счастье кроме этого он сказал такую вещь что нужно понимать то что он то есть Всевышний тебе ну не очень много должен если ты думаешь то что тебе должен то это просто не так когда ты заполняешь себя полностью с теми долгами которые твои окружающие должны тебе и не даешь по-настоящему свету внутри себя попасть да вот так что все относительно но относительно ему да то есть относительно вот этому безграничному и только он знает в чем истина с самого начала конца а мы не знаем и когда мы строим какие-то планы и что-то получается не так ну мы же по-настоящему не знаем что такое хорошо что такое плохо и как это выльется или через час или через год или через десять поколений но мы можем верить что все к лучшему кроме этого есть еще один такой трюк который о котором говорили наши працы что мы можем выйти с помощью созерцания с помощью Торы мы можем выйти как будто бы из своего маленького мира и соединиться с ним и об этом говорят пророчества пророки были школы такие ну в восточной культуре мы знаем про всякие медитации созерцания и так далее но есть такая техника которой мы можем ну как бы уменьшить громкость нашего человеческого маленького сознания и выйти в большое сознание часть этого с помощью веры с помощью созерцания потому что нам надо верить то что вся эта реальность то что Всевышний сделал эту реальность он постоянно ее обновляет и она очень хорошая а иногда мы как бы в состоянии есть гадлюд есть гадлюд есть состояние нас когда мы полны ресурсов полны сил полны энергии полны веры оптимизма и так далее это называется гадлюд мы в высоком своем состоянии а иногда мы же те же самые люди находимся как бы в низком своем состоянии и первый шаг чтобы выйти из низкого своего состояния он осознать где мы находимся и тогда мы можем во-первых осознать то что это не реальность плохая то что это не все не приходит не идет по нашим планам а может быть мы не там свернули и тогда надо сказать это как видно где-то я ошибся помолиться попросить помощи сверху я постараюсь этот долгий может быть запутанный урок как-то подытожить таким образом то что люди мы должны делать планы мы конечно же должны смотреть в будущее мы хотели должны желать и стараться проявить тот потенциал который Всевышний дал нам в лучшей своей форме но тогда когда вещи не идут по нашему плану нам надо включиться скажем так и понять может быть мы как-то передавили реальность в какой-то момент и в каждый момент мы можем вернуться да в правильное состояние можем сказать большое спасибо все к лучшему покажи нам выход я думаю что в молитве можно сказать я думаю что вот надо так делать но если ты думаешь что есть лучше сделай лучше это на каждый на критические ситуации в каждый день пытаться найти постоянно тот темп ту энергию с которой мы должны как бы подходить к вещам чтобы не продавить их чтобы дать Всевышнему работать и реальности работать направить свою энергию больше в молитву и в хорошее состояние в радость внутреннюю веру и меньше в физическое продавливание ситуации тогда в такой момент ну как бы мир обернется нам лицом и потому что мы делаем то что Всевышний хочет а это работать в этом мире в радости с хорошим сердцем и с пониманием то что и так уже нас все есть всего большого большого счастья вам всего самого хорошего до встречи до встречи до встречи